привет привет вы на канале зеленый огород с вами елена хочу продолжить обзор высокорослых томатов которые выращиваю в 2024 году и сегодняшний обзор хочу начать с томата который называется бабушкин из тайги по легенде этот сорт пришел к нам из глухой старой сибирской деревни где этот томат передавался из поколения в поколение кстати отзывы об этом томате на всех форумах читала только самое положительное ведь недаром этот томат имеет еще второе название бомбический посмотрите какие у него завязываются кисти вот такие сложные полностью сформировались пока еще только первые кисти вот это первая кисть здесь четыре томата это одно растение на втором растении точно также сформировалась первая кисть и вот здесь уже начали хорошо формироваться вторые кисти вот здесь уже пошла третья кисть все кисти вот такого сложного строения и вот здесь уже почти отсвела пятая кисть и надеюсь что все плоды завяжутся кусты очень тонкого строения посмотрите какие тоненькие стебелечки что у первого растения что у второго все листья но они не очень длинные но сильно рассеченные пластины и как плакучая ива все листья смотрят вниз много места растений не занимает первая кисть формируется над девятым листом и в последующем через каждые 3-4 листа высота растений на данный момент примерно метр пятьдесят ну что ж будем дожидаться когда эти красивые шары созреют многим уже полюбилась серия восставший звездный истребитель и мне сегодня хочется представить новинку из этой линии лунный свет блэйна растение индетерминатная на сегодняшний день в теплице вытянулась ну примерно метр семьдесят а сейчас еще только начало июля растение не агрессивная хотя листья довольно мощные простого строения сильно рассеченные но не очень длинные кисти формируются через 3-4 листа цвет плодов будет темно-красный с зелеными полосами вес плодов может быть от 150 до 400 граммов завязываемость неплохая но могу сказать что в жаркую погоду цветы осыпались посмотрим что будет дальше надеюсь что новинка лунный свет блэйна порадует нас своим вкусом и если они оправдают мое ожидание конечно же они появятся в нашем магазине семян green-огород.ru ну а этот красавчик называется сердце линнея это индетерминатный среднеспелый сорт это вполне соответствует характеристики высота растения в теплице уже почти метр пятьдесят завязывает плоды хорошо плоды вот такой красивой сердцевидной формы удлиненные сердца и в дальнейшем они будут красно-коричневыми вот это растение я повела в два стебля к сожалению вот здесь первая кисть не завязалась но у нас конечно была отвратительная весна холодно и я ее просто удалила и вот здесь стала формировать в два стебля на первом стебле вот первая кисть вот здесь уже сформировалась вторая кисть кстати томат заламывается надо обязательно его подвязать чтобы помидорки получали полноценное питание и второй стебель вот эта первая кисть вот здесь уже начала формироваться вторая кисть дальше формируется третья кисть хорошая урожайность и одно растение повела в один стебель сразу же могу сказать что урожайность в два стебля намного выше и могу еще сказать что у этого томата не осыпаются завязи ни один цветок не осыпается строение куста очень тонкая стебель тонкий листья длинные сильно рассеченные много места растения не занимает кстати этот сорт можно высаживать два растения в одну лунку листья не заслоняют помидоры им будет в достатке солнечного света ждем созревания новинка польской селекции или 14 куст высокий очень мощный с крупным картофельным листом вяжет просто без устали каждую кисть высота растения на начало июля примерно метр тридцать метр сорок завязывает абсолютно все кисти и все цветы вообще ничего не пропускает по форме плоды плоско округлые с ребристостью с зелеными плечиками в дальнейшем они будут розово плодные и с небольшим малиновым оттенком кисти сложные может формироваться от пяти и до десяти плодов в одной кисти я высадила два растения вот здесь у меня второе растение в два стебля первая кисть вот здесь такая мощная вторая кисть выше завязалась уже 3 кисть вот здесь уже завязалась четвертая кисть ну согласитесь классный томат и это еще довольно редкий сорт в нашей стране он только-только начинает набирать обороты и все отмечают очень хороший классический томатный вкус но здесь у меня в уголочке растет очень красивый томат под названием странная вещь девушки очень необычный сорт плоды даже в технической спелости очень красивы а потом они будут красно-коричневыми с ярко-зелеными полосами растение очень и очень мощная с огромными листьями листья простые но они просто огромные растение занимает довольно много места первая кисть формируется над девятым десятым листом последующие кисти через два листа снова раз-два и снова кисть одно растение повела в один стебель второе растение повела в два стебля и могу сказать что урожайность в два стебля намного выше хотя плоды по форме и по весу почти такие же и точно также хорошо завязывают плоды кисти довольно сложные с несколькими черешками и иногда черешки вот например здесь видите заламываются поэтому конечно томат надо подвязывать иначе он не получит у вас полноценного питания завязываемость хорошая высота растения на начало июля примерно метр восемьдесят ну что ж будем дожидаться урожая и посмотрим какие эти томаты будут в полной своей красе кстати этот сорт очень часто выращивают для различных томатных выставок вот такой он необычный красивый и отмечают у него хороший вкус ну а это сорт который называется сердце любы в дальнейшем это будут крупные сердцевидные плоды нежно-оранжевого цвета кисти длинные в них завязывается от трех до семи плодов растение тонкого строения лист обычный некрупный много места растения не занимает первая кисть формируется над 10 11 листом масса томатов от 200 до 350 граммов кисти лучше всего подвязывать так как они конечно могут заламываться вот такие длинные интересные кисти и вот здесь даже уже маленькие пуговички тоже начали завязываться здесь находится четвертая кисть которая тоже уже неплохо завязалась и растение на начало июля уже уткнулась в потолок теплицы вот такие красивые длинные кисти формируются через каждые три листа кстати я не могу сказать что это растение теряет свои цветы очень неплохо они переносят и прохладную погоду и жару ну что ж будем ждать когда томаты созреют ну а это томат из полюбившийся многим серии томатов линейки звездные войны этот сорт называется бифштекс марши я высадила два растения одно повела в один стебель второе в два могу сказать сразу же что в два стебля намного удачнее и урожайнее первая кисть формируется над 10 11 листом кисти вот такие длинные плодов в них очень и очень много и они только-только видите еще некоторые начинают формироваться кстати это один из самых крупных томатов этой серии плоды формируются через 3-4 листа кисти действительно очень интересные вот посмотрите одна кисть один черешок смотрит в одну сторону другой черешок еще в другую сторону и третий черешок который вообще смотрит вверх плодов очень много и если они еще и здесь все завяжутся то это будет просто здорово вот такие интересные длинные кисти само растение тоже мощное лис простой чуть-чуть подкручивается это видимо сортовая особенность ничего страшного в этом нет и не нужно пытаться полить его больше чем другие томаты здесь находится второе растение которое я веду в два стебля вот здесь вот такая интересная тоже первая кисть некоторые черешки заламываются поэтому приходится конечно их подвязывать вот здесь вторая кисть видите место залома было я ее подвязала один черешок уходит вот в эту сторону второй черешок с томатами смотрит совсем в другую сторону чем больше цвета попадает на томаты тем они становятся темнее чернее и синее цвет у этих томатов будет потом просто сказочно красивый на начало июля томат уже почти достиг потолка теплицы очень хорошо сохраняются цветы и завязываются томаты вот здесь это уже пятая кисть и видите тоже уже начали завязываться плоды не сбрасывает цвет даже при прохладной и при жаркой погоде вес томатов бифштек самарши может быть более 300 граммов вот такие интересные плоды ну что ж будем ждать когда же они созреют ну а это еще один из представителей восставших звездных истребителей но о нем речь пойдет в следующей части на этом все если вам понравилось видео ставьте лайк подписывайтесь на наш канал пока пока